Братья и сестры, ты хорошо сделал, что пришел. Теперь мы все предстоим перед Богом. Когда-то эти слова Корнилия обращены к Петру, они обращены, братья и сестры, к нам. Брат дорогой, сестра дорогая, друг дорогой, ты хорошо, что пришел. Ты пришел не просто в дом, ты пришел в дом молитвы, чтобы предстать перед Богом. И не только мы пришли, пришли наши дети. И как приятно, когда у них столько энергии, у них столько желания прославлять Бога. Я верю, что это понимание есть в их сердцах. И мы помолимся, чтобы Господь благословил и их участие, и нас, и Слово благословил, которое мы будем слушать. Чтобы все сие было для назидания нашего и для прославления Господа. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за этот час вечерний, который Ты собрал нас в дом молитвы. И нам приятно осознавать, Господь, что когда мы собираемся в общении друг с другом, когда нас двое или трое собранных во имя Твое, Ты среди нас. Господи, Твое обещание с нами, Ты сам с нами, и мы хотим поклоняться Тебе и прославлять Тебя. И в этот вечерний час, Господи, мы просим, чтобы благодать Твоя была на каждом сердце. Мы пришли на это место, мы хотим, Господь, выслушать Слово Твое, мы хотим знать волю Твою. Мы хотим, Господи, прославлять Тебя и благодарить Тебя за великий план спасения, который Ты совершил, спасая нас, Господи, наших детей и наших родных. И мы можем помолиться Тебе, Господи, чтобы те, которые еще не знают Тебя, могли обрасти спасение. И поэтому, Господи, если в сегодняшнем собрании есть люди, которые еще не приняли Тебя своим Господом и Спасителем, помоги им понять, помоги им принять весь спасение и найти, Господи, это спасение у ног Твоих. Благослови, Господи, все это собрание, пение хора, благослови, Господь, нас, молящихся, чтобы мы могли открыть уста свои и принести нужды наши перед Тобою, чтобы мы могли прославить Тебя, Господи, чтобы мы могли выслушать Слово Твое. Ты, Господи, сам проговори к нам, чтобы мы могли понять, что Ты хочешь от нас, и как нам жить, и как нам поступать. Мы молимся, чтобы благодать Духа Твоя Святого пребывала с нами, чтобы Ты помог нам и прославился в служении нашим Тебе и в жизни нашей, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы стоя будем петь «Великий Бог, когда на мир смотрю я», и в это время, дети, пожалуйста, вы можете пройти на воскресную школу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как хорошо знать, что владеет за мной Надежный, горчий Иисус родной Берет штурвал, ведет его рука И снова слышу я его слова Не бойся, ибо я с тобой Не смущайся, я Господь Я проведу тебя через Курево Я усмирю весь этот страшный штук А ты не бойся, ибо я с тобой И не смущайся, я Господь Я проведу тебя через Курево Я усмирю весь этот страшный штук И если даже впереди огонь Не ужасайся, не обмали твой И если разольется вдруг вода Услышь, мой друг, и ты его слова Не бойся, ибо я с тобой Не смущайся, я Господь Я усмирю весь этот страшный штук Я проведу тебя через Курево Я усмирю весь этот страшный штук А ты не бойся, ибо я с тобой И не смущайся, я Господь Я усмирю весь этот страшный штук Это страшный штук А ты не бойся, ибо я с тобой И не смущайся, я Господь Я проведу тебя через Курево Я усмирю весь этот страшный штук Слава Богу Мир вам, братья и сестры Слушайте, сзади меня стих написанный Як вы думаете, это повеление, наказ или просто информация? Как? Просто информация, правда? Или совет? Як ты, сестра, думаешь? Совет? Ну, батюш ты, а як ты, сестра? Ну, брат Володя, а ты, вот, як ты? Это совет, информация Просто так, вот, принять ко вниманию Или забыть, или держаться А? Ну, ясно, батюш ты, вот так мы все рассуждаем А почему я об этом спросил? Потому что мне об этом проповедовать не думаю Это как, вот, так информация, что пролетела возле Или держать это во внимание Я буду читать из послания апостола Петра Был такой ученик нашего Господа Иисуса Христа Иисуса, и он дает такой совет Первое послание, 4 глава, 10 стих Служите друг другу Каждый тем даром, который получил Как добрые домостроители Многоразличной благодати Божией Служите друг другу Я думаю, вот это просто информация Чтобы я, вот, принял ее Или так Взял себе во внимание Или это, как бы, подсказка Или какой-то указ Чтобы я должен на это обратить внимание Знаете, Библия, наше Писание Библия говорит Богодухновенно Вот за каждым словом стоит Бог Бог давал Влиял на людей Люди записывали эти слова И сегодня просто им надо Нам надо эти слова Понять Как вы думаете, друзья Служите друг другу Это апостол Павел Петр написал К нам или другим? Вот тут сестра Раев говорит К нам Я тоже думаю Это к нам относится Вот мы прочитали Служите друг другу А как вы думаете, друзья А вот служить друг другу Это легко или тяжело? Даже сам не знаю, как сказать И легко И тяжело Друзья, вы знаете, что такое служить? Это кому-то принести добро Твое служение Твой труд Работа Другому человеку Принесет добро Ну как вы Вот вы что-то делаете А этому человеку Станет легче Этого, что вы сделали И вот апостол Петр Движимый Духом Святым Говорит Служите друг другу Друг другу Так делайте, чтобы ему стало Хорошо Я вот так, знаете, прочитал А думаю А это уже потяжелее И не всегда хочется Чтобы кому-то было легко Мы часто думаем Чтобы не легко было Вот мы съездили в Украину И каждый Вот, чтобы не было легко А как там другим Знаете, оно как-то меня Не очень сильно касается Ты имеешь силу Или помощь Которая От которой Другому человеку Станет легче И ты должен это отдать Потрудиться Ты должен это сделать И вот апостол Советует нам Движимый Духом Святым Служите друг другу Правда, вот так послушаешь Иногда прочитаешь Вот стишок из Библии А пока дойдет Этот смысл Что это означает Думаешь А что я вообще Начал это читать Вот, может Я бы оставил Это так, как бы В стороне Что-то другое Там прочитал Вот, как Давид воевал Что-то там Иосиф как страдал А вот служить Друзья Мы в Старом Завете Находим Люди Богу служили И очень редко Мы встречаем Служители друг другу Я еще прочитаю В Ветхом Завете Есть Такой пророк Осия Он один из пророков Таких больших Я его считаю Вот в 14 главе Вот так сказано Кто мудр, чтобы Разуметь это Кто разумен, чтобы 14 глава 10 стих Кто разумен, чтобы Понимать это Ибо правы Пути Господни И праведники Ходят По них А беззаконные Падут на них Вы поняли? Праведники Ходят По Божьих Прямых дорогах А нечестивые Там падают И вот Друзья Служите Друг Другу Это относится К праведникам К вам Ко мне К каждому Кто слышит Эти слова Знаете Как-то в одну церковь Приехала сестра Она Собиралась там Стать членом церкви Походила Походила И подходит Брату И говорит В церкви Нет любви Ну Брат Так ей говорит Да то ничего нового Все от этого Страдают А как ты Определила Она говорит А меня здесь Никто не любит Вот така то Вот так Друзья Вот так мы живем Меня не любят Церкви нет любви Мы вот сейчас были И посетили Один город И говорят У нас тут есть вдова Плохо живет Мы приехали Она на первом этаже Живет Знаете Канализация Залила пол Это Вы представляете Что случилось Девятиэтажный дом И вот она там А внук у нее Раком заболел Такой маленький мальчик И вот Но вы бы увидели Ее радушие Она вот Весна пришла Насобирала Подснежников Такие Спринг Цветы И всем в церкви Раздает Бесплатно Если жертвовать Она первая отдает Она нас как увидела Ну мы ей пожертвовали Она Она пошла Там возле этого Девятажного дома Она там Грядочку захватила Ей помогают убирать Садеда она Люди помогают Ей убирать Вы поймите Что это означает И вот она нам И это дает Мы кажем Сестра Нам ничего не надо Я думаю Двое уверовали Одна Жалуется А другая И жертвует И во всем Участвует И вот Библия говорит Служите Друг другу Друзья Мы Когда размышляем Над такими словами Апостол Павел Галатом так говорит Любовью служите Друг друга Друзья Самое ценное Что человек имеет Это любовь И вот Павел Движимый Духом Святым Галатом говорит Любовью служите Друг другу Оказывается Любовь Двигатель нашего Служения Если мы любим человека Правда Иногда вот смотришь Как родители Детям И то купили И то И там И не спят Чтоб детям было Хорошо А что ими двигает Любовь к детям Правда Смотришь Все для этого Ребенка дают А Библия говорит Вот так должны быть Отношения Как мы считаем Библейские отношения Друг между другом Любовью Служите Друг другу Апостол Павел Идет в Иерусалим И знаете Так пишет Я иду в Иерусалим Послужить Святым Как вы думаете Апостол знал Что с ним там Случится Он скажет Мне Кругом говорят Скорби И узы Ждут меня Оказывается В служении Есть страдания И апостол Павел Говорит Я иду Послужить Святым Друзья Вот вы так Посидите Рядом возле вас Сидит Объект Которому вам Надо помочь Правда Иногда Думаю Я бы хотел Что он В этом месте Кто-то другой Сидел Я ему С радостью А вот тот Кто возле меня Я им не интересуюсь Он Мне не очень Друзья Это Жизнь По духу Служить Друг Другу Это Жизнь По духу Знаете Мы встретили Брата Который Жил В Киеве Успешный Имел Служение Все Оставил И с женой Уехали В глухое Место Там у них В церкви Я напомню Шесть Или восемь Членов И вот Он там Район Объятый Оккультизмом Знаете Вот у ребенка Что-то заболел Бабки повели К шептухе И оно связывает людей Люди Ты говоришь о Боге Они это не воспринимают Они себя считают Набожными И вот брат там трудится Я думаю Какое же это служение Знаете Вот такое незаметное Серое Кажется Он знаете Он там бегает Он приехал И говорит Слушай Нам надо Наша сестра с этим С этой болезнью Попала в больницу А муж ее выпивает Да она его дома закрыла Чтобы он из дома не выходил Этот брат приехал Этот ему муж Опускает Штору связал Он ему привязывает еду Я думаю Такая суета А это же То не суета То служение Это служение И Библия говорит Любовью служите Друг другу Это работа Это труд Это Ты другому посвящаешь Как бы свое время То что ты имеешь А этот Этого человека Человек не имеет И вот друзья Библия нас призывает Чтобы мы служили Знаете Вот верующие Отличаются тем Что они служат Вот знаете Сколько раз верующие Открывали такие Вот скажем Дома сирот Кстати сегодня день сирот И вот верующие Открывают Дома сирот Вы знаете Какое это служение Это же надо Заботиться о нем Мне брат один Рассказал историю Расскажи мне Историю Там твоих Этих сирот Что у тебя живут Он скажет Ну вот один парень Жил И мать И отец Говорят Сынок Съездим в Киев Они поехали И на перроне Его оставили Сказали Ты здесь Постой Мы сейчас придем Ну Час ждет Второй ждет Никого нету Он в туалет захотел И говорит Тут Слушайте Здесь Я потерялся Придет Папа, мама Вы меня Подождите Скажите Что подождали Он прибежал Никого нету Полдня простоял Целый день Никого нету Он дальше стоит Он там ночует Не отходит Ждет Чтобы родители вернулись Два дня простоял Никого нету На третий день Он их увидел Они не ожидали Что он там их ждет И родители Убегать от него начали И этот Мальчик увидел Что родители убегают И Так знаете Понял И вот он попал В этот дом Сиротский Я думаю А кто-то должен Ну служить там Кто-то должен Эту горе У него Которое есть там Ему помочь в этом И Мы вот читаем Есть Ивангелие Матвея 25 глава И там в конце сказано Когда Бог Вот перед народом Соберутся И Бог скажет Тем, которые По правую сторону Я был голоден Вы меня накормили Я был нах Вы одели Я был в больнице Вы посетили В тюрьме посетили А тебе скажут Когда мы тебя видели А Христос скажет То, что вы сделали Одному из меньших Сих Сделали мне Друзья, представляете Люди делали добро И не видели Там Христа Но Бог их видел Я думаю, друзья За каждым Нашим Вашим Моим поступком Наблюдает Бог И Он говорит Сегодня нам Служите Друг другу Правда Вот так Когда посмотришь И уже человек Возле тебя Уже ближе стал Я ему уже Наверное Смогу Послужить Знаете Когда мы уезжали Ко мне подошла Одна мама С сыном Таким маленьким И говорит Он Каждый нас собирал Сто долларов Он хочет Чтобы вы отдали И там детям Нуждающимся А мне стало страшно Я думаю Як же я должен Поступить С этими деньгами Потому что Он мне доверил Сто долларов Представляете Он же мог На игру потратить Ну Кто его знает Куда А он отдает Чтоб я кому-то отдал Я думаю Ну Як вот Библия говорит И так Служите Кстати, друзья Если верующий человек Вверовал в Иисуса Христа Он сразу Начинает служить Апостол Петр У него теща Помните Лежит больная Приходит Иисус Христос Возложил на нее руки Взял И Библия говорит Она встала И что начала делать Сразу начинает служить Если ты другу веровал В Иисуса Христа Ты должен Служить Ты должен служить Своим имением Которое тебе дал Два брата Как-то приехали В одну большую церковь Ну Там конференция была Они приехали туда Ну а после их Там распределили Ну на ночь спать И к ним приходит брат Скажи Братья Вы двое ко мне Вы меня ночевать будете Ну Те Сели он их В машину Такую шикарную Довез домой Как увидели дом Поняли Попали До богатого Он их так Так Братья Вашу одежду Сейчас постирают Выдал им Выдал им такую Покормил их Ну Положил на такую Кровать огромную Ну Те спят Тут Кажи Микола Спишь Не А что думаешь А сейчас спасается Твой брат Ты кажешь Не Не спасется Не спасется Утром этот брат Им дал Две сумки в руки Отвез на вокзал Они уехали Ну год Опять пришло Они опять приехали туда Тот брат И увидел И говорит Братья Вы ко мне Они ходят там По церкви Смотрят И смотрят Этот брат Который их там Принимал Во всех делах Участвует И там И там Участвует Ну вечером Он опять К себе домой Опять одежду Поменял им Взял стирать Накормил Положил на такую Кровать Кажи Как наш дом Я кажу Лежим на той Кровати Ты кажу Микола Спишь Не Что думаешь А че мы спасаемся Друзья А то правда А вот это А то же Служение Вот Друзья А мы такие На это похожи Я хочу Служить Богу Потому что А друзья А гостеприимство Вот это Гостеприимство Апостол Павел В послании к римлянам 12 главе Знаете Вот дал какие-то советы Он дал советы Как Ну вот Вот дар от Бога получил А как его Применять И вот послание к римлянам 12 главе Вот так сказано По данной мне благодати Да-да-да Чуть-чуть дальше Ага 6 стиха По данной мне благодати Имеем различные дарования Ты имеешь Имеешь ли пророчество Пророчество по мере веры Имеешь ли служение Пребывай в служении Учитель ли В учении Утешитель ли Увещивай Раздаватель ли Раздавай в простоте Начальник ли Начальство С усердием Благотворитель ли Благотворитель ли Благотвори с радушием Любовь да будет непритворна Отвращайся Зла Прилепляйся к добру Друзья Советы нам как-то служить А прочитайте Эту всю 12 главу Друзья Это как Это Бог нам советует Через этого апостола Чтобы мы вот А как вы думаете Вот раздавать в простоте Это легко Или сложно Раздавать в простоте А вы знаете Какая это сложность Иногда так раздашь Столько врагов появится Правда? А надо так раздавать И Библия говорит Раздавайте в простоте Друзья Библия зовет На вот эти пути Господние И Библия говорит Праведники Ходят по них По этих высоких путях Ходят праведники Я вот так думаю себе А я К этому стремлюсь Или я вот знаете Вот так хочу остаться Ну вот Так чтобы Никто меня не видел А друзья За нами наблюдает Наш Господь Друзья Самый большой для нас Пример служения Это наш Господь Иисус Вот в послании В Евангелии Марка Кстати Евангелие Марка Открывает нам Иисуса Христа Как гроба Почему здесь нет Родословной А кому надо Родословную и раба Знать Правда? Или там Никому не надо И вот он В 10 главе 45 стихом Так сказано Ибо Сын Человеческий Не для того пришел Чтобы Ему служили Но чтобы послужить И отдать душу свою Для искупления Многих Кстати, друзья Этого стиха В других Евангелиях нету И Библия говорит Вот Христос пришел Не чтобы Ему служили А Сам Он служил И вот мы видим Его, друзья Результат служения Знаете какой? Вы и я Вот так Христос Послужил Чтобы мы Его полюбили Правда? Его вся жизнь Была наполнена служением Он и там служил Он и тем служил И врагов через это служение Себе насобирал Друзья Он служил А помните Как Он ноги умывал Вот собрались ученики И вы представляете Бог во плоти Моет ноги Я не знаю Приходилось ли вам Мыть кому-то ноги А вот Бог во плоти Мыл ноги Друзья Это служение Как этот брат Который оставил Киев Успешную церковь Он там трудится Знаете Просвета не видно Мы вот посмотрели Ну нема просвета Он совершает служение И результат придет Вы знаете На кресте Помните Как наш Христос Совершал служение Били Издевались А вам друзья В жизни на вас плевали Вот так Чтоб кто-то на вас плюнул Вот так Гляньте в сторону И вот человек на вас плюнул А еще и в лицо попал А знаете На кого так плевали На Сына Божьего Потому что Он служил нам Он служил людям А люди на него плевали Друзья Бог готов им мешаться Если ты начинаешь Служить Друг другу Бог будет тебе Помощником Он сам тебе подскажет Чем заниматься И помните Когда Вот Христа Распинают Я вот так Я вот себе Как-то представил это Вот За этим Наблюдает Всемогущий Бог Бьют Его Сына Плюют Заушают А в другом переводе Сказано Кулаком Бьют Бьют Смотрят Отец А знаете Что Иисус Христос Говорит Господи Они не знают Что делают Прости Вот тогда И отец Отвернулся Когда он увидел Что он готов Им мешаться С ангелами Отомстить А Сын Человеческий Сын Божий Говорит Прости Они не знают Что делать Друзья В служении Это присутствует Не все люди Понимают Будут понимать Твое служение Но надо это делать И как тут сказано Библейские Отношения Друг к другу Друзья Библия назовет На какие-то Высокие Дороги Где ходят Праведники Старайтесь Друзья На них Попасть Друзья Что мы сегодня Для себя возьмем Знаете Вот можно сказать Послушал Полезную информацию И все осталось Так как было Может появиться Желание Служить Вот иногда Знаете В собрании Делают объявление Надо Там больной Больная Там беда Случилась Там Я вот думаю Это же ко мне Говорят Это не кому-то Это ко мне Говорят Я должен там пойти Я должен Хотя бы позвонить Я должен Принять в этом Участие Потому что У меня что-то есть Чтобы я Это отдал Вы знаете У каждого У вас есть Что-то Что надо Вам отдать Когда Вот только Начали ехать Много людей Ехало Знаете Начало 20 лет тому назад И брат один Пришел И говорит Кажи У вас в церкви Не обращают Внимания На гостей Я ему Кажу А как это ты Ну Кажи Я вот вышел После собрания Стою Ко мне Не подходят Я ему говорю Кажут Слушай А что ты ждешь Чтобы тебе подходили Ты давай Начинай Приветствоваться Вы знаете Он принял это Как руководство Он начал Совсем Здороваться Он сам был Такой Сцела И он Знаете Как И он Начал Уже И сестер Целовать Мы ему Говорим Стоп За много Ты уже Это делай Но он Принял Это Я должен Это делать Я должен Служить Не ждать Чтобы мне Послужили Но я Должен Служить Друзья Это Кажется Такой Пример Но друзья Апостол Так говорит Чтоб Остальное Время Вы уже Жили Не по Плоти А по Духу Я вот думаю Бог Нас вызывает На эти Высокие Пути И говорит Чтоб Вы жили Не по Плоти А по Духу Друзья Это Путь Прекрасный Самое Главное Он Принесет Большую Награду И помните Христос Скажет Этим Которые Стоят По Правую Сторону Я был Голоден Вы меня Накормили Наголодили Потом Скажет Войдите В радость А те Которые Этого Не делали Что Сказано Отойдите Проклятые Я вот думаю Вот иногда Вот мы пришли Как хочется Иметь какую-то Вот как дальше Поступать И Библия нам Говорит Чтоб остальное Время Во плоти До этого Я жил так А вот мне Еще сколько Осталось Не знаем Остальное Время Я буду жить По-другому Вы знаете Кто будет Помогать Сам Господь Иисус Христос Он придет И Он Скажет Я тебе Помогу Он укажет Путь Куда ты сможешь Служить Где никто Этого Не видит А Бог Тебе Откроет Друзья Нас Господь Прозывает На высокие Пути По которых Ходят Праведники Друзья Будем К этому Стремиться Знаете Нас Иногда Господь Побуждает К большим Делам Надо Отозваться А большое Дело Вы знаете Какое Это Кого-то Даже Поприветствовать Кому-то Сказать Слово Утешения Знаете Вот как Мало У нас бывает Этих Слов Добрых Сказать На злые слова Или осудить Нам хватает Знаете И мудрости И А вот Сказать Доброе слово Кого-то Поутешить Этим словом Друзья Библия Назовет Чтобы мы Ходили По этих Путях Аминь Доброе утро Как красивы вверху небеса Их улыбка по небу гуляет Как же хочется выйти туда Где все слезы его растают Знаю, ждешь ты нас, Тому Отец И за нами ты наблюдаешь И готовишь ты нам там венец Верный деток своих ожидаешь За природу полу поет Небеса тебе ликую За вас слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя За природу полу поет Небеса тебе реки За вас слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Как красива твоя вся земля И поля, и моря, и долины Ты создал это все для меня Хорошо, что с тобой Мы едины Нет предела твоей красоты И мою все понять не сможет Знаю, очень меня любишь ты И до неба найти Не поможешь За природу полу поет Небеса тебе реки За вас слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя Вся природа полу поет Небеса тебе реки За вас слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя Вся природа полу поет Небеса тебе реки Слава, слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя Вся природа полу поет Небеса тебе реки Слава, слава тебе, Господь Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ты говоришь к нам, Господь, нашим сердцам, и через то, Господь, когда Ты касается нашей мысли и наше сознание, Господи, мы ощущаем, понимаем, Господь, что Ты открываешь нам волю Твою, и мы за это благодарим Тебя. Мы просим, Господь, помоги нам быть исполнителями Слова Твоего, чтобы не только услышать Слово, не только услышать информацию, Господи, но когда мы пойдем в трудовую неделю, в нашу жизнь, по наших домах, по работах, чтобы мы могли исполнить Слово Твое, чтобы мы могли служить друг другу, чтобы мы, Господь, были слушатели и исполнители Слова Твоего. Мы просим, Господи, чтобы Ты благословил и отдал ответ на наши молитвы, особенно сегодня день, мы молимся о сиротах, Господь, Ты знаешь, как много сирот, и мы знаем, что Ты отец, который отец сирот и вдов, Ты сам, Господь, себя так называешь. Мы просим, Господи, чтобы благодать Духа Твоего Святого, особенная благодать была явлена, и в этот день, Господи, надальше для таковых детей, которые не имеют родителей, которые переносят разные проблемы в жизни, страждут, Господи, Ты будь близок, Ты, Господи, утешь, Ты обрадуй, Ты подкрепи, Ты пошли Твое благословение. И нам, Господь, помоги через служение благотворительности и, может быть, какие-то другие пути тоже не оставаться равнодушными, но оказывать внимание сиротам, Господи, любить Твоей любовью, оказывать Твою заботу. Благослови каждого из нас, мы просим Тебя. Благослови нас, Господь, и в дальнейших наших общениях будь с нами, мы нуждаемся в Твоем руководстве, в решении всех вопросов. Также, Господи, молодежные благослови все наши собрания, все наши общения. Мы придаем Твои божественные руки и просим Ты будь с нами. А когда мы пойдем в недельный путь, Ты будь с нами, Господь, в наших путях, в дорогах, в работах, учебе, где бы мы ни были. Помоги нам поистине быть Твоими детьми на каждом месте. Все это мы молим имя Иисуса Христа. Аминь.